Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Ну что, ребята, совершенно случайно Я узнал, что в Киеве уже пару недель живет Алексей Лебединский Которого большинство из вас знают и помнят по имени профессора Лебединский Известный российский исполнитель Особенно популярный в 90-х, в начале 2000-х годов Которого в свое время я снимал в Эстонии для своих телевизионных движений Снимали с ним интервью, концерты Ну и, естественно, появилось желание встретиться с ним И сделать с ним интервью И надо вам сказать, что Алексей, конечно, обладает очень индивидуальным своим жестким таким мнением По поводу и без повода Ему очень нравится Украина И было интересно с ним поговорить Так как все-таки я тоже живу в Киеве Довольно много И тоже имею свое мнение относительно всех событий, которые происходят сейчас вокруг Надеюсь, вам это все понравится Короче, вот такая вот херня Встретились мы с ним в Киевском развлекательном центре Freedom Ну, надеюсь, я правильно назвал Развлекательный центр Где он обсуждал свои ближайшие дела Посидели, пообщались Ну и то, что он сказал мне на камеру Что вы сможете сейчас увидеть Ну, честно, признаюсь, что Во-первых, рад тебя очень видеть Давай еще позвать Сколько лет, сколько я с ним Да, ну согласись Не малютно, но тем не менее Ну, признаюсь тебе в том, что Ни фига не готовился к интервью Я тоже Короче, мы просто решили с вами поговорить Мы не виделись лет, наверное, 20, наверное, да? Да, легче Ну, ничего, за эти 20 лет практически ничего не изменилось За исключением того, что мы потеряли 80% францисского населения Которому пробило голову телевизоров Братья на век ведь были А в Эстонии столько же пробитых? Ты знаешь, я тебе скажу, что даже удивительно Что в Эстонии тоже достаточно русских, которые почему-то Ждут Путина тебя Ну, я не знаю, Путин они ждут или нет Но вот как-то Украину они не очень любят Причем многие из них молодые И многие из них не были ни в Киеве, ни в Украине У меня есть несколько друзей Я их спрашиваю Ребят, ну вот что вам сделали украинцы? Вот конкретно тебе Вот что? Они не могут оттекнуть Ничего А включен российский телек? Ну да Ну вот и все Российский телек включен Он делает свое грязное дело Включена гигантская машина пропаганды Которая говорит каждую секунду ложь Вот если ты живешь Даже просто фоном У тебя стоит телек Он включен А ты просто ешь Там занимаешься работой В компьютере И фоном Ты постепенно Ты начинаешь впитывать И тебе кажется, что действительно Здесь в Украине фашисты какие-то Или что-то Какие здесь нахрен фашисты? В России больше фашистов реальных Чем в Украине Ты же видишь Здесь добродушные люди Не скажешь, что в Нарве Очень много людей Которые ждут Путина Прямо пробитых на руку Именно в Нарве Ну ты знаешь Вот если взять Эстонию Она хоть и маленькая Но здесь есть удивительно похожие вещи То есть Вот такие города Как Нарва Это же тоже территория Где добываются Сланец Тоже шахтеры были И тоже Есть аналогию с Донбассом Прямо один в один Как ни странно Они тоже после войны сюда приехали Ты же знаешь Эстония же Она была на краю Советского Союза То есть там Аэродромы Военные заводы Я же там служил Я в Тарту служил На аэродроме Что ты хочешь? Там я Дудаев был командиром Чтобы вы знаете Командиром дивизии Был Джохар Мусаевич Дудаев Летчик Вот такой кстати может быть Отлично И поэтому понимаешь Здесь исторически У нас в Эстонии Много людей Которые не стали уезжать Никуда Остались там жить Ты служил в Эстонии И ты помнишь Как там и продукты И люди Вообще все Кайф был в Эстонии Да отлично Конечно Это так же как в Америке Я сейчас жил Три года Да с лишним Живу в Америке Живут там русские Тоже люди Русскоязычные Украинцы Белорусы Живут Говорят Вот американцы Козлы Он Путин всем показал Хочется им сказать Валите нахрен обратно Вы живете здесь На пособиях Пользуетесь Американской демократией Всеми благами Вам здесь Жопе тепло Вам хорошо И вы считаете Что Америка говно А Путин Так валите Никто не хочет валить Будьте последователи Если вам здесь Плохо Так им там Хорошо Им там Хорошо Просто у них Вот это имперское О давай Я здесь живу Но все равно Наши русские Сейчас всем покажем За что Мы русские Я гражданин Российской Федерации Я русский Что мы им покажем Свою голую Абодранную Жопу Мы за сто лет Не могли Изобрести автомобиль Целым Советским Союзом Ни один Автомобиль Не изобрели За сто лет А вы говорите мне Что мы им покажем Да В космос запустил Королев ракету На этом все закончилось Ну Королев Например Из Житомира Там музей есть Для начала Да Для начала И вся собственно Куча ядерных Ученых Была В Днепропетровске И так И мы прекрасно знаем Что и авиастроение Было здесь На территории Украины Дело даже не в этом Мы были Все таки Частью этого ужаса Под названием Советская система Ничего страшного Попьем Если ты захотел Дай ей стаканчик Попьешь Подожди Нет Ты уже отсюда Давай из бокалов Давай из бокалов Давай Понимаешь В чем дело Я то сам русский Парень Я как бы так За русское За нормальное Русское За настоящее Это что Включается Все хорошее Конечно Я как бы тоже Знаешь Словянин Вырос в Советском Союзе Христиане Давай выпьем Воды И меня честно говоря Удивляет Вот эта вот Драка Которая В первую очередь Возникла сейчас В голове Я никогда не предполагал Что русские С украинцами Будут так сраться Помнишь Геббельс сказал Чтобы в ложь поверили Она должна быть чудовищной Это цитата Ты помнишь Это Геббельс Да Мы учили Так вот Смотрите Как умно Как умно Путинская свора Отводит от себя Внимание От того Что они разворовали Всю Россию Чтобы народ Против них не поднялся Они придумывают врагов То Чечня у нас враг То у нас Теперь Украина Оказывалась врагом Почему Украина А очень удобно Потому что Украина осталась Без ядерного оружия Украина Это самое близкое К нам Стра Которая ближе Мы все перемешаны Вот так вот О чем вы говорите Оказывается Что у меня даже Есть украинская кровь Я только узнал об этом Несколько дней назад Это очень смешно Но факт И объявить Ближайше Просто своего брата Объявить врагом То что он не влезает В голову Вот это сработало Вот никогда бы Не мог человек подумать Что где-то были Всегда были Американцы А теперь Гейропа Пиндосия Но против Гейропа Не вопрешь Потому что там Ядерное оружие Там НАТО Против штатов Не вопрешь А против кого нужно Да против Украины Потому что Мы же подписали Целостность Украины Вместе с Крымом Мы же подписали Россия подписала Мы гарантируем Целостность Украины В обмен на то Что Украина Не будет ядерного оружия Ну и тем самым Отняли ядерное оружие Украины А теперь Отматься Типа Крым Как думает Вот этот Путиня Я на самом деле Достаточно аполитичный человек Как бы я за мир За дружбу Ну и конечно Многие вещи Вот я смотрю По русским Которые живут в Эстонии Которые почему-то Они любят Украину Я честно говоря Удивлен Я когда сюда В Украину Помню приехал Я тоже так имел Хохлы Ну да Как бы хохлы Ну вот я просто Всегда привожу пример У меня совершенно Чистый русский универ У меня всегда воспринимают За москвичами А когда в Москве жил Никто не мог подумать Что я самый Сталин Но вот за все это время Что-то у тебя На московский домар Вообще не похоже Почему-то мне так Все говорят Здесь Во всяком случае Но дело даже не в этом Дело в том Что единственное Что люди спрашивают Ты типа из Москвы Пацанчик Все И вот эти вот Все вот разговоры О том что там Кто-то кого-то не любит Стран Нет действительно Было бы стран Обидно Слушай Всем обидно А как ты думаешь Мне тоже говорят Я говорю Ребята я понимаю Что путинская власть Это преступники И это понимают Все россияне нормальные Они понимают Что это преступники Но к сожалению Ничего не могут сделать Я говорю Ребята В России полно Нормальных Соображающих людей Которые в курсе Того что происходит И они ни в коем случае Не враги Никакой Украине Вы же наши родные Любимые и близкие Куда деться Там вообще Это вот эти уроды Захватили власть Настоящие бандюганы Захватили власть Захватили Они оккупировали Россию Они сейчас хотят Они оккупировали Крым Естественно Они пытались Оккупировать части Которые пронежат Грузии вообще В этих Грузиях Кто-то уж их отбросил И в черт понимать Они теперь Там Пытаются В Сирии что-то делать Ну мы тут при чем Мы нормальные россияне Мы нормальные россияне Которые понимают Что так делать нельзя Но мы не можем Ничего делать Нас просто пристрелят Если вы хотите Чтобы нас просто пристрелили Мы сейчас с Серегой Можем выйти На Красную площадь И скажем Путин Ворюга Убийца И сволочь Враг российского народа Враг кроссового народа Враг всех народов Которым он угрожает И которому решает жизнь И нас тут же Пристрелят Заломают Придумывают нам дело И все Вы нас не увидите Как вам лучше Я бы сказал Что воняет в себя плохо Тем более Между русскими и украинцами Вот это Настолько однозначно А скажи мне пожалуйста Я честно говоря Был даже удивлен Когда узнал Что у тебя такая Жесткая позиция По поводу Всего политического курса И российского По поводу позиции Украины И вообще Почему так Ты же все-таки Сам из Питера У тебя там нормально ГР раскладывалось Вот именно потому Что я Я нормальный Русский человек И я понимаю Что На Россию Работали все мои предки Они делали великие дела Они учили И лечили детей Они писали книги Они учили студентов Никого Не было Ни воров Ни бесчастного Чалка среди моих предков И это моя земля Это моя родина Питер Это моя родина В Москве Я никогда себя Не чувствовал дома Честно скажу Ну Москва Там есть прекрасные люди Но это не мой город Вот Киев я приехал Вот это мой город А Киев какой город Да вообще Я тоже самое Приехал сюда в Киев случайно Я вообще считаю Что Киев должен дружить с Питером Вот это два города Которые очень близкие По ощущению И по архитектуре Очень много Вот есть удивительные Какие-то вот сходства Я считаю Я считаю Я считаю Что Питер И Киев Это города Попротивно А Москву Надо почистить Ну Водинами струями Утром Может быть Более того И Екатеринбург Прекрасный город И Новосибирск Прекрасный город Сколько у меня друзей Там вот таких И подруг И друзей И Красноярск Чудесный город И во Владивостоке Столько чудесных людей Только обязательно Вот Москва В главе с нашим Питерским уродом Делает всем плохо Ну Давайте За то Чтобы война кончилась Да На самом деле За мир Потому что мир Это в общем За мир За музыку За красивых женщин Скажи мне Вот Всегда было интересно Многие люди Кто начинал В 90-х Да Как-то потихонечку Стихли 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 А время-то идет И ты же помнишь Что все музыканты В основном зарабатывали С концертов Как бы привыкли к этому Потом концерты прошли Выступления прошли Может быть такая у вас требованность Как бы у тебя с этим складывалось А я вообще В телевизоре не появляюсь Уже 10 лет Даже больше Очень редко Ничего У меня все в порядке У меня концерты были Естественно в России Было работы очень много Если не секрет конечно Да Нет А какой секрет Я вообще Никаких секретов нет Слава богу Мне скрывать нечего Я ничего плохого не делаю В наше время Ты всегда спрашиваешь Слушай Ну а как деньги зарабатываешь Знаешь Все очень просто Я деньги зарабатываю Я даю концерты Дал концерты в Америке Ну очень редко В Америке очень редко Потому что там Такое наше население Что оно смотрит Опять же телевизор Оно прет на то Что есть в телевизоре Альтернативные вещи В России У меня было полно слушателей У меня там полно фанатов И любителей моего творчества Среди иммиграции Уже в разы в разы в разы Меньше в процентном отношении Поэтому в Америке я давал концерты Редко Ну тоже и Крабородию работал Что за города там были Не только что я проехал Чикаго, Нью-Йорк Только что Вот недавно был Я думаю, что Вот сейчас я работаю В Украине концерты Тоже даю концерты Я снимаю фотосессии Я делаю рекламу Я продаю свои фотоработы Я не жалуюсь на жизнь У меня прекрасна жизнь Слушай, а как у тебя Так все это лихо получается Приехал Каждый же может так приехать Но не у каждого получится Что не получится Ну допустим фотосессии Ну так я все-таки этим занимался Это моя любимая профессия Третья У меня три основных профессии Это музыка Это фотографии И это реклама Рекламой я занимаюсь 22 лет Но у тебя какой-то там Продакшен или что? Нет, здесь у меня Ничего никакого продакшена нет Я только нахожусь Три недели в Украине А ты только приехал? Да, я только приехал И у меня сразу Куча интервью Куча всего И мне так радостно Тут столько хороших людей Вот видишь Максим Васильевич Ткаченко Вот такой парень Понимаешь? Вот он Квартал концертов Квартал 1 Тут целая Большая такая корпорация Ивентов Событий всяких И то и другое Сейчас я буду делать Большой фестиваль Я думаю, что Может быть вместе Сделать фестиваль С Кварталом Ну то есть Планов громадил Здесь все люди живые Все шевелятся Все идет вперед Мне так приятно Видеть вот этих живых людей Я соскучился по ним Именно русскоговорящим Да, люди здесь очень интересные И очень добродушные И очень приветливые На самом деле В Америке тоже таких людей Очень много Вот реально Очень много Реальных и приветливых И добродушных Но для того, чтобы не войти В абсолютно американские Общества Для этого нужно Абсолютно идеально знать язык Я, к сожалению Совсем не идеально говорю Хотя меня понимают Естественно Но мне нужно Начинать новую жизнь Вообще новую И я понимаю Что и там фотография моя Будет продаваться И галереи с удовольствием Берут мои работы Но этим всем надо загнаться У меня что-то Нет сил Как я приехал Здесь оно все Зашевелилось само Ну вот ты допустим Приехал Ты сказала Я приехал Я Алексей Любединский Профессор Любединский Я люблю тебя лодочник И все завернелось Так уже до того Как я приехал Уже столько людей Приглашали меня сюда Я давал огромное количество Интервью разным Украинским изданиям Из Америки Конечно И до этого я из России Давал интервью Но ты из Америки Принятелся сейчас Да Именно То есть как бы Ты в Питере не живешь Нет Считаешь что Я просто больше времени Провожу в Америке А сейчас вообще Мне здесь нравится И я хочу здесь остаться Вот у меня такая же история была Я думаю что Если ты здесь останешься Я не думаю что ты будешь жалеть Потому что ты прав Я уже не буду жалеть Здесь масштабы Люди Я уже здесь закайфовал Все я закайфовал Здесь прекрасные женщины Которых так мало в Америке Вообще там Если увидишь красивую женщину Я считаю что две самые симпатичные женщины Которые там были Вообще Я с ними жил Милая Я просто я с ними жил Я думал что ты скажешь И те в Украине Две самые симпатичные девушки Которых я встретил в Америке Я с ними жил С одной год С другой Как бы Да Сейчас пора уже В Украине искать А мне парень один говорит Ну здесь знакомый Который работает тоже Здесь на телевидении Говорит А ты знаешь что Приехал сюда в Киев Профессор Лебединский Я говорю Я не знаю И я тут же набрал фейсбук Смотрю Тут там точно есть Смотрю там у тебя Эдик Литвина Да Да Ну реально Мой докрашник Вместе учился Все знаешь Я еще помню Когда ты приезжал в Сталин Когда мы тебя занимали Мы что-то обнимались Ты же помнишь Что ты представляешь Абсолюты Там и подобное То есть И я сразу А ты играешь? Ты играешь? Ну пою Я же тебе пришлал музыку Ты послушай А я еще не послушал Потому что Ты мне прислал треки А я на встречу все время И меня никогда слышат Наушники не втыкают Понимаешь А вечером я прихожу Когда домой Знаешь Такой Лишь бы в душ принять Подожди Это вот песни Ты написал уже с украинскими ребятами А в Украине Вот эти вот четыре Эти выставки Охренеешь Молодежь сейчас Дает пространство Очень профессиональный парень Слушай Да ты что Едешь в Сталин Или ты Я здесь как бы больше Чем в тайме Провожу Ну слушай Ну супер Значит Будем видеть Что тут строят Я считаю Что все Мавиканты Должны Создать Собственно говоря Профсоюз Такой Чтобы все Другого знали Потому что Вот эта система Когда Вот эта вот Попсовая система Когда друг у друга Вырывают Да К сожалению Такая система В Москве Все друг улыбаются А потом Тебе начинают За спиной Что-то говорить Какую Срать Вот это Конечно Отвратительно Все Я понимаю Что мы все Музыканты Люди Сложные Надо признаться Мы признаемся Что мы сложные люди Но я все-таки За то Чтобы Собирать Людей Адекватных Какие бы мы Если мы талантливые Это не значит Что мы должны Сволочами Или непорядочными Людьми Я вот о чем Поэтому Мне бы хотелось Собрать тех Талантливых музыкантов Которые порядочные люди Что такое музыкант Это в первую очередь Работа на инструменте Часов по 6 в день Когда ты работаешь На инструменте У некоторых музыкантов Головой плохо Да Но тем не менее Они работают Например Игорь Бутман Человек хорошо Играющий Ни разу не встречался Ну знаешь Это такое Который Политсовет Единой России Понимаешь Который Лиже Задницу Путину Все время Потому что Путин ему Дает Но может быть Все-таки В России Немножко сложно Выживать Давай не будем Оправдывать Блядство Давай начнем С того Давай не оправдывать Блядство Все Мы имеем Ввиду Проституцию Вот это называется Политическая Проституция Зачем Ты продаешься Человеку Если ты сознательно Продаешься Человеку Который Вор Убийца И обмачит Твоего народа Ты говно Все На этом точка Ты жестко Говоришь Алексей Просто Так и есть Я как бы Я как бы Тоже человек Прямой Я просто Стараюсь Так Чтобы Все Жили Более-менее В мире И в дружбе Потому что Мы как без этого Да Только Ты понимаешь В чем дело Даже если Я умом Как бы Понимаю Что Дружба Дружба Но лучше Чтобы эти люди Я ничего не имею против Просто Чтобы они были Подальше от меня Потому что Я не могу Дружить с человеком Который Проститутка Политической Мы выбираем Себе людей Тех Мы все Продаемся Мы все Товар Мы все Продаемся Мы делаем работу Мы получаем Деньги За свою Работу Это называется Мы продаемся Мы продаем Свой труд То что мы умеем А если мы Начинаем Пользоваться Политическими Какими-то вещами Невзирая на то Что Это не какой-то Передовой Человек Который хочет Что-то улучшить А человек Который явно Явно является Врагом Твоей собственной Страны И позволяет Тебе просто Воровать Не платя налоги Собственно Правительство Позволяет Российским музыкантам Воровать Из бюджетов Не платя налоги Это факт Все в конвертерах Все наличманом От всех Организаторов Чиновников Все Что-то там По официальным концертам Кассовым Естественно Уходит Для отмазки Но Надо понимать Что все В основном Делается в черное И вот этим самым Каждый российский артист Втянут в преступную сеть Но так же В России всегда И было Да Всегда так и было То есть Вот еще Даже Я По детству Читал про Пугачеву Как они собирали Там со стадионных концертов Какую-то палку На кучу денег Разделяем Даже не считая Тебе часть Тебе часть Запросто Вот так и было Я тоже Есть В кастроли У меня Мне специально В куртке Делали Два кармана Да Моя партниха Сделала два кармана Куда котлеты Просто Мне было некуда Котлеты Ссывать Я вставал Внутрь Специально Здесь Карманы Здесь У меня Котлеты Такие На неделю Уехал Все Ты весь В доллар Такой Приезжаешь Слушай Ну ты По опасной Как бы ходил Дорожки Потому что Знаешь А какой Да бандюганам Все равно Кто ты там Кто меня тронет Не тронет Нормально Кто меня тронет Если кто посмел Любой бандюган Если бы банды Сказал Ну что Как можно артистов Трочно Кто бы попробовал Ко мне прийти И что-то ебальник свой Рассказать Ты о чем говоришь Так там было же Одно время Когда и на артистах Наезжали Кто В России Не было такого На меня Чтоб наехали Ну на тебя Не знаю Это было бы очень смешно Но Я думаю Что если бы В России Я сам лично Застрелил бы Какого-нибудь урода Отморозка Который пришел Отжимать у меня деньги Ко мне бы пришли ФСБшки Менты Бандюганы Все бы мои пришли И сказали бы Так Лёх Никто ничего не видел Труп разрубить Как в снэтче Отдать свиньям Правильно сделал Все забыли Ну так бы было Так бы и было Конечно Но в Питере Да Она по Питере У меня Слава Богу Люди Которые с головой И среди бандитов Таких людей Было очень много Так называемых Бандитов На самом деле Они были меньше Бандиты Чем те же самые Менты Я все это Прекрасно понимаю Да Поэтому Были порядочные люди Которые сказали Я этих людей Очень уважаю И эти люди Уважали всегда Меня Поэтому Не дай Богу Кто-нибудь Ко мне подошел Я всегда Чувствовал себя Абсолютно защищен В любом месте Были какие-то Инциденты Какие-то уроды Позволили себя В городе Омске Допустим Питер И Омск Это же разные Территории Не Ну к примеру Была история В городе Омске Когда Я дал концерт И мне сказали Ой Пожалуйста Алексей Мы так хотим Вас прокатить На пароходе Туда-сюда Просто Хотят Мы вам хотим Сделать кайф Пожалуйста Выходите на пароход Просто увидите Как красиво Берегай И все Я прихожу на пароход Приезжаю После концерта Приезжал на пароход Полный пароход Народный И все И тут Мне говорят Ну что Давай иди пой Я говорю В смысле Ну иди пой Я говорю Вы что Охренели что-нибудь Ну говорю Да иди пой Оказывается Сука Которая меня пригласила Начала продавать билеты На меня А как надо было Нет Просто Прогодись Мы договорились Что я пить Там буду Просто Прогодись На кораблике Стоять Я думал Изначально Концерт Какой концерт Я говорю Вы что Какой пить Вы что Нет Иди Ты что Мы сейчас И тут Начался Какой-то Приблизительно Какой-то Базар Вот этот Начался Я набрал Телефон Смотрящего Сказал Тут Люди Все Тут же Ехал Смотрящий Параллельно Берегу Меня Выставили За первым Потому что Если что Мы бы ноги Вырывали Этим Пидарасом А как Иначе Давай За мир Все Тем более Воду Конечно Но добро Должно быть С молоками Совершенно Ты же видишь А я Не качаться Никогда Я тоже Не качался Просто Сворком Занимался Это все Остаточная Деформация По физике Говорят Алексей Ну хорошо Вот ты Приехал Киев Ну допустим Ты приехал Получил Какой-то Комфорт Кайф От него Но ты же Как-то До этого Здесь не был Почему Именно В Киев Все-таки Ну как Это Во-первых Я очень Много Раз Был Здесь В концертах Ну конечно Со съемками Я тут Очень Много Раз Был В Киев Ну а Что У тебя Сейчас Планируется Я вот Почитал По твоему Фейсбуку Что ты Ищешь Себя Секретаря А ты Планируешь Сделать Какой-то Конкурс Или Фестиваль Фестиваль Да Фестиваль Грандиозного Национального Значения Будет Международный Фестиваль Который Будет Посвящен Киеву Украине Он Будет Симбиозом Фотографии Живописи И музыки Совершенно Разных Стилей А кто Будет Сейчас Здесь Сюда Приедут Мировые Звезды Фотографии Которые Будут Снимать Фотостории О Киеве Из них Будем Делать Слайдшоу И эти Слайдшоу Будут Разными Музыкантами То есть Каждый Слайдшоу Будет Длиться 3 минуты 20 секунд То есть Посвящено Чему-то И это Будет Озвучивать Рокбенды Фольклорные Солисты Классики Студенты Уже Серьезные Люди Симфонический Оркестр Абсолют Три Диджея Будут Фильмы Из фотографии И они будут Под это Играть Да Это Слайдшоу Не фильм А слайдшоу Слайдшоу Это Один коллектив За другим 21 коллектив Разный Это будет Грандиознейшее Шоу Но это Все получится Блин Какого-то Абладенец А в каких числах Это планируется Это в следующем году Ровно через год Это титаническая Работа Это титаническая Работа И сейчас Слава Богу Я нашел Людей В Киеве Здесь Которые Заразились Моей идеей Они понимают Насколько Грандиозна Эта штука И они готовы Работать Над этим Помогать Кто чем Может Но они с возможностями Ребята Нет Эти ребята Организационные Ребята с возможностями Здесь тоже есть Украина Безусловно На сегодняшний момент Не очень богатая страна Но на такое действие Национального масштаба Мы показываем Киев Как культурную столицу Европы Украина Как абсолютно Передовую области Всех искусств Страну Потому что Ты понимаешь Что такое смешение Всех искусств Ты понимаешь Когда диджи Будет озвучивать Фотостори Допустим Какой-то Какой-то Девушки Которые Работают Парикмахершей И ходят в храм Прекрасные Это разные Ты понимаешь Насколько это будет удивительно Вот это и есть Современное искусство Это смешение всего Уже То есть Естественно Что классическое Останется Все стили Останутся классическими Но современное искусство Заключается Все-таки В том Что из смешения Искусства Возникает Что-то другое Новое Я хочу показать Вот эту Прекрасную Дружбу Слияния Совершенно Разных Видов Искусства Первый Вгляд Совершенно Несливаем То есть Я их буду Соединять Ты будешь здесь 27-го Вот сейчас Приезжает Антон Товидянс Приезжает Женя Бергер Вот здесь Вот куда мы с тобой Сейчас ходили Там будет Мастер-класс С двойной Пригласишь Я его снимаю Да, с двойной Мастер-класс Товидянс Бергер И может быть А еще Будет барабанщик Очень хороший Местный Сак Не хочешь Ты американцы С рекламой И мне все спрашивают Ты так много живешь Ты там со всеми людьми Встречаешься У тебя У тебя было Несколько Возможно Давай Снимай оттуда И что-то делают Для нас И я как-то так Вспомнил об этом И да Так потихонечку Здесь начал встречаться С разными Совершенно людьми Разговариваю с ними В первую очередь Интересными Это не совсем Из шоу-бизнеса Должны быть люди Что-то я делаю Для канала А длинные версии У меня Вот я сделал Видеоканал на ютубе Поэтому я был Очень рад Я удивлен Что ты здесь И сразу захотел С тобой Ура Будем общаться Не-не Я всегда знал Ты чего Мы же все Если ты помнишь Втарду не показывала Но в Талине Себя показывали Фильм Никогда не знал Там там Афинские каналы А ну футик Нет Прямо на метровой Всю жизнь Показывали Фильм На антенке Конечно Охренеть Только мы делали Приставку для звука И все Два финских канала Как вот Москва И мы на этом Семь росли Ты понимаешь Там было много чего Интересного Да Потом появился Еще один канал Не скажу Чтобы это прямо МДИ какой-то было Но фильмы Концерты Там всегда были То есть И мы как бы В этом росли Никакие глушинки Это не глушинка Меня всегда удивился Ничего Мне просто надо будет Скоро уже совсем идти Поэтому Ты доберешься Там до своих мест Сам Сейчас Если можешь подвезти Потому что Сейчас я позвоню Давай Кате сейчас Позвоню Конечно Да Вот сейчас Интервью заканчиваю Я свободен Где ты там Добавь мне адрес Я приеду Вот меня товарищ Подвезет Спасибо Познакомься Это тоже Очень интересно Спасибо Познакомься Стальфронт Вот такие люди Вот такие люди Есть здесь В Украине А вы все говорили Фашистами Фиг вам Да Финуш, ты будешь компотик? Вкусный компот Хочешь? Ну, согласен Фашистский, Сережа Реально А потом вы закажете Бегинский Набрал Так вот Я не набрал Я серьезно хочу Делать ваш портрет Не-не, вот-вот-вот Ага Я пособил оттуда Я понял Ничего За знакомство За знакомство Ура За здоровье Я очень хочу В Талине Я не был ни в Талине Ни в Вильнюсе Не был ни разу Оба Рей-рай-юр Да я знаю Но особенно в Талине Вильню знает так себе? Нет Вильнюс Чудесный Теплый Да нет Вильнюс Теплый Вильнюс Удивительный Талин А ты есть на фейсбуке? Есть, конечно А Каченко Максим? Каченко Я найду За дружину Рига Юрмала Для меня уже как родные Мы работаем там постоянно Поэтому И сейчас такой офис у нас такой легкий Там уже даже есть С ребятами Но там Совка побольше Чем в Вильнюсе И чем в Талине Скажи Да Нет Я знаю Что в Талине Там уже Не то что я там из Сталина И поэтому Сталин самый лучший город И как обычно И Талин и Вильнюс Чудесные Теплые Они вобрали Все лучшее осталось от Совка И все лучшее из Европы Они Как могли Надо ехать Я не буду Не прошу Ты снимаешь? Мне стыдно за свое лицо Жирная рожа Мою Оброшу жирную рожу А у меня какая пачка Все, поехали Поехали